Ну, а я еще раз всех ребят приветствую! Всем добро пожаловать в Лигу Героев первого сезона! Ну что, ребят, всем привет! Напоминаю, что у нас с вами не простая такая лига, она складывает призовой фонд из вашего доната и наших стартовых денег, то есть, которые мы вложили в этот проект. Безусловно, ребят, ну так получается, что вот так у нас все сегодня происходит, поэтому у нас есть вот поддержка те ребята, которые нас поддержали, мы их обязательно доносим донаторы месяца, ну, саппорты, донатеры, то есть, как вам удобно, и поддержать нас можно по реквизитам, которые под трансляцией, то есть, опустите чуть-чуть мышкой, проверните и увидите там все реквизиты наши, то есть, можете на PayPal это идет, Сереге, можете мне, потом мы все это соберем с Серегой на один кошелек и с одного будем раздавать победившим командам. За первое место команда заберет у нас 40 процентов от призового фонда за второе 30, за третье 20 и за четвертое 10. Вот, по-моему, так, ребят, если не ошибаюсь, я обязательно посмотрю, уже крыша поехала от этих всех сумм, вот, поэтому проверил, ребят, сейчас кошельки, ничего нет, если что, пишите, ребят, если у кого-то там деньги не пришли, толпа ликует, подорожник, привет, давай, да, еще раз, привет всем ребят, кто-то присоединился. Галс, NVVD, I mean Team, Weymouth, Джесулин, не знаю, один ли я такой, но, по-моему, пошаговые говорения и действия а-ля иди убить проблемы не есть, хорошо, спасибо за внимание. Пошаговые говорения, не знаю, но может быть, Сапатрин, может быть. Бартон, нет, Бартон, это рубль, это рубль, это рубль, Бартон, мы живем в Москве, мы живем в России, это рубль, это рубль, это рубль. Я предложу, Джей, hello, 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 everyone, guys, on the Twitch, welcome to League of Heroes Season 1. I hope today we are watching the great games. Today we are watching the games Team Pelton-Rejugalda vs. Diggry Haag from Russia, Spain vs. Russia. Today we are watching the match set, group B, and now we are starting with my friend Elias. We are calling Elias. Elias, Elias, привет! Да, еще раз здравствуйте, ребята, всем. Да, слушай, шикарный матч, я, если честно, я, если честно, думал, ну, поиграют, ну, хорошо, ну, здорово. Скажи, верил ты в эти КВ-1 или нет? Ты знаешь, в эти КВ-1 я верил, конечно. Когда ты столько КВ-1 видишь. Я вообще настолько давно видел эти КВ-1, что прям неприлично, было бы в них не верить. Вот, как-то так. $30, not bad. Васил, thank you very much. Yes, guys, because we are... ...рубли, рубли, рубли. Yes, we are collecting the price with our Start Cash and with your donate, guys. We have already PayPal, PayPal, and this PayPal working, but we are don't know, working the link of PayPal or not. В общем, у нас там проблемы были, это самое, по поводу этого, как его, мать его, по поводу PayPal. Ага, да-да-да, Элайс, все правильно. У нас были проблемы, что-то мы не можем, не могу я на PayPal задонатить свои карточки, меня что-то PayPal не пускает. Я вчера ругался, говорил, Эллен Маск козел. Санкции, это санкции. Ну, может быть, да. Слушай, что-то какие-то проблемы у меня... Ты знаешь, я начал эти, как его... Ну, короче, начал там что-то переводить, и что-то не получилось. Но, в общем, в любом случае, ребят, это у нас просто наша проблема, мы у них обязательно заберемся. Хватит пиарить себя подорожник. Хорошо, ребят, больше не будем себя пиарить. Вот, и, собственно, у нас следующий матч. Не знаю, насколько они будут. Не рупи, не рубли, не рубли, а рупи. Рупи звучит, как валюта каких-нибудь пиратов. Слушайте, ну, у меня еще осталось обвязать себя бананами, и это будет вообще жесть. Не, ребят, ну, никаких рупий. Так, запись у нас идет, все у нас идет, все хорошо. Даешь КВ-2. КВ-2, слушай, а чебурек-то правильно говорит? Ведь КВ-2-то не было сегодня. А на чемпионате на этом он вообще интересно был или нет? Это 4 на 4, я что-то запамятовал, если сейчас. Я вообще не видел этот КВ-2. Это трудовой фронт. Да, это трудовой фронт, тактика у нас. И, ты знаешь, пора бы нам уже... Ты знаешь, ты готов уже, в принципе? Да, 0,5 секунда у меня. У меня 0,31 секунда. Так, кто-то написал. Догоняю. Да, ну все, ребят, собственно, мы с вами поговорили о самых актуальных вещах. Я еще вам, ребят, сейчас представлю Пельтон Реджугальда. Пельтон Реджугальда из Испании. Семь игроков. Тибурон, Ехар, Алекс, Луизба, Эбор, Жисулин, Лику. Лику и команда Дигри Хаков из России. Дикатих, Серку Сакажаба, Хантер и Гуэрилля. И еще у нас будет, еще у нас игрок, мы забыли сюда добавить, у нас, конечно же, игрок Димон. Димон, Димон, мы сюда сейчас добавляем игрока Димона. Я совершенно забыл, ребят, вот. Димон, 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 по-моему, так я, по-моему, если я, ребят, если я потом что-то ошибся, то мы исправим, обязательно исправим. Вот. Вот так вот, да. Либо там какой-то игрок Димон, то есть это какой-то там, в общем, какая-то хитрая такая тема. А, понятно, да. А, нет, значит, все, все правильно. Нет, Димон изначально у нас в команду вошел, но потом из-за того, что Димон, из-за того, что команда не выполнила, ну, там же не договорились. Голос, 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 у тебя дублируется, у тебя к стрим где-то. А, у меня где-то стрим? Да. Не, не может быть. Все, пропало. Это потому что у тебя стрим. Спорим, у тебя стрим? Так, у меня все браузеры-то закрыты, у меня только чатик открыт, что за... А, флеш-плеер, флеш-плеер. Сейчас, сейчас, сейчас я на разберусь, но пропало, пропало, пока не слышно. Ну, понятно, ну, всяко бывает. Прошу прощения, да. Команда обречена. Привет, когда Гоу Хард Лайк играет? Изи без потерь. Мы, надеюсь, покажем когда-нибудь Гоу Хард Лайк. Ну, Гоу Хард Лайк, пока вот команда одну с одной, мы там что-то не можем связаться. Маза, может, ну что ты, может сразу с правдой сказать? Да, Димон, да все, кому она нужна, это правда? Все, сиди смотри стрим. Короче, ребят, мы давайте в игру уже запустимся. Че мы погрязли в этом болоте? Давайте смотреть игру, ребят. Ну что, запись идет, все идет. Лайк готов, я готов. 31 секунда. Я стартую 32, 33, 34. Я сильно тебя обогнал, я жду. Я смотрю на стриме. Давай. Ну что ж, господа. Итак, команда Тибурон у нас из команды Пельтон Ричугальда. Он у нас играет за обер-команду Вест. И игрок Дикотих. Я, если, ребят, плохо прочитал, вы меня сразу убейте, пожалуйста. Застрелите меня, пожалуйста, из Маузера просто сразу. Или лучше из ППШ, по мне очередь, дайте. Тика Тих. Дика Тайх. Дика Тайх. Вот так правильно. Дика Тайх. Правильно будет никнейм. И игрок Тибурон. Тибурон. В общем, ребята, холодная ферма. Лето. Опер-команда Вест против Советского Союза. Тибурон у нас. Давай посмотрим. И давай последнее, пожалуйста, по таймингу. Давай, вот сколько у тебя? 0-1-27, 28, 29, 0-1-30, 0-1-32, 32, 33, 34, 35, 36. Все, синхронизировались. Отлично. А вот сейчас какие-то поподробнее. А-а-а-а. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Не скажу, не скажу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, ребят. Пельтон Лиджургальда против команды Дикрихук. Сейчас опять богохульники церковь ломать будут. Вот сволочи. Наказать их, наказать их, естественно. Наказать их. Да, ну что, у нас штурмпионеры, вольцгренадеры. Вот здесь немножечко тип урона ошибается. Здесь нужно было, безусловно, двумя отрядами идти в атаку. Тогда бы меньше урона получили. Центральная церковь у нас взяли инженеры совета. Посмотрите, через какую интересную тактику он играет. Он построил Т-1 и не заказал снайпер. Он заказал сразу штрафной батальон. А также у него есть генерал, которого я бы просто мечтал увидеть. Но я думаю, что его все-таки не будет. Это тактика партизанской войны. А-а-а, да, это было бы круто. Слушай, это я с тобой полностью согласен. Ну что, все у нас серьезно. 500 на 486. Советский Союз немножечко, немножечко что-то плохо Советскому Союзу. Но ничего страшного, ребят. Действительно, штрафников давно вы не видели с вами. Давайте поприветствуем отряд штрафников. Видите, идут они у нас с СВТ-40. СВТ-40, ребят, это была одна из таких самых крутых винтовок Отечественной войны. Даже немцы любили эту винтовку, потому что она появилась у Советского Союза раньше, чем у немцев. Появился достойный вариант. Это Гивер-43. Полуавтоматический. И, в общем, немцы не брезгали юзать именно СВТ. Потому что их Карл-98 хоть и стрелял хорошо, но все-таки был однозарядный. То есть магазин был на 5 патронов. Приходил специально перезарядить. А вот СВТ стрелял у нас, не помню, сколько патронов было в магазине у СВТ, стрелял СВТ у нас без перезарядки. Постоянно, что увеличивало, конечно, огневую мощь Советского Союза. За кого наши? Наши играют у нас за Советский Союз. Мазов, переводчики, напиши его как... Тем временем машинка появилась, и садит в нее уже, наверное, штрафной батальон. Скоро мы увидим, наверное, выданный огнемет, и будет так называемая клоунская машинка ездить и жарить, пытаться немцев. Я хочу предупредить, что его зовут Дайкати. Хорошо. Неправильно написан как-то, или? Нет, Дайкати он правильно читается. Сейчас ребята обратились к лингвисту Company of Heroes, и он сказал, что правильно читать Дайкати. Дайкати. Хорошо. А напомним вам, ребята, что у товарищей ОКВшников нету выстрела из панзершрека, этого панзерфауста на ранних стадиях. То есть надо это улучшать, ну, пехоте. И поэтому такая машинка с огнеметчиками, сидящими внутри, по-моему, ну, неплохое обновленьшение. Она и кибели контрит, но ОКВшник не стал играть через кибель. И может себе позволить против ОКВшника на ранних стадиях ездить и пытаться кого-то пожарить. По Тупхин, ты просто не попасться под огонь Пупхина. Тогда было бы все хорошо. И Т2. Подсказывай, товарищи Бурек, на 10 патронов магазин у них был. У СВТ 10 патронов, вот, хорошие, да, действительно. И, а здесь М3 на войск гренадеров пожечь, пожечь. И огнем, ты просто подъезжают и в окно начинают со шланга поливать огнем. Не-не-не, все правильно. Сулика хорошая у тебя бронная реакция. Он, то есть, просто берет, выходит, в случае, действительно, что ему разменивать хп не впустую. И здесь отгоняют у нас забежавших новобранцев. А сзади строился Тир. Если бы Совета-то увидел, он бы мог этими штрафниками кинуть бомбочку и, наверное, попрощался бы с Тиром этим, пока он не построился, немец. Но он нет. Да, 4 засты на 495. Потихонечку у нас Дикоти вызывает немножечко очки на себя, что называется. Не дает, не дает так просто беспредельничать Тибурону. И напоминаю нас, что немцы играют за испанцев. Точнее, испанцы играют за немцев. И Советский Союз играет нас за команду России. Или Россия играет за команду Советского Союза. Вот такая вот, ребята, смысловая велиберда в этой игре. Но она не лишена логики, ребят. Потому что, напоминаю, что это первая игра у нас команд. И, будем надеяться, не последняя, ребят. Очень дорогую ловушку положил ОКВ на ранней стадии и мину. Но мина взорвала всего двоих штрафников, не нанеся практически никакого урона, по сути. Очень дорого. Можно было попробовать вызвать трубу, базуку, хотя бы одну, чтобы хоть как-то бороться с этим броневым автомобилем. Но нет, была построена мина. Мина вообще не оправдалась. Есть у нас панцершрек у отряда вольств-гренадеров. Один есть. Гранаты. Нет, гранаты нет еще у нас. Это есть у нас амуниция на гранаты. Граната. Здесь проблемы. Хорошо. Три бойца остается у нас все равно. У Дикати. Товарищ флаг спалился. Появился флаг на передовой уже. Посмотрим, как его реализует ОКВшник. Может и дай, а может и не дай. И пока эта машинка с огнеметчиками, сидящими внутри, ездит и наводит геноцид. Пока ей нечего противопоставить. Ой-ой-ой, проблема. Соезжает она в пехоту и сразу отступает. Да-да-да, погонял, погонял здесь хорошо своим М3. Игрок Тикати. Больств-гренадеров. И смотри, что у нас флаг. Флаг. Флаг Алфтрах появляется на экранах. И вот сейчас этот флаг можно просто по центру поставить и забыть про центральную точку. Совершенно забыть. И Гвардейцев вызывает Зиско. Да, совет выбрал, видимо, как только спалил, сразу у него уже есть ответ на этот флаг. Это уже один отряд Гвардейцев и почти достроенная Зиско. Т2, да, действительно вызывает у нас Дикати. Смотри, игрок из России вызывает Зис Барбарис. Пионер вермахта чинит. Наверное, взял он самого популярного командира в игре один на один. Очкарика, да. Очкарика, да. Тибурон у нас тем временем вызывает доктрину Люфтвафли. Ой, хорош. Ты смотри, как расстреливает. И вместе еще с гвардейцами. Сместе с домом, да. Не доконтролил. Не доконтролил он. Да, слушай. Домики здесь деревянные, они не очень прочные. Даже церковь, которая на вид очень массивная и очень прочная, очень легко ломается. Ну, конечно. Это же просто бревна. Бревна правильно положили и правильно соорудили. Хорош, ты посмотри, что творится. Да, это... Подловил, подловил. Слушай, ну это ж надо было так заминировать дом и бомбануть его. Это было круто. Это одна из фишек деревянных домов. С ними можно вот делать так. Ха-ха, вот это да. Слушай, класс. Тем временем 41 на 44. Лимиты практически равные. Ну и по составу войск, я бы даже сказал, немецкий, наверное, мне нравится больше. Ну и у советов все вроде как хорошо. Зизочка у него есть. Может Зизочка это подловить. Ну, посмотрим. Опасно, М3, Шреки, не потерять, выйти, выйти, назад, назад. Ой, 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 здесь Шрек, следить. Да, нет, уедет. Смотри, просто на какого тонкого сыграл. Это просто цитата дня, комментарий из чётика. Бог накажет за церковь. Нельзя было взрывать. Ну, посмотрим, посмотрим. Как ты, ребят, там враги были, там были враги. Ну да, что поделаешь. А здесь, уёё, зенитка как разложилась, у неё чуть не забрала. Флагтрак, люфтваффля, маза не только в английском силён. Язычники зерков взорвали. Суки, а ты ест. Ох, ребята, ребята. Так, хватит, ребят, всё, это уже... Это уже... Это уже... Это уже такие... Советским временем на передовой развернулся и госпиталь. То есть ОКВшник занял центр. Видимо, не хочет он его отдавать. Там спрятанный Пупхин, там пулемёт есть. Хорошо вцепился он за него. Флаг ездит, который вроде как помогает держать. А Советским временем только-только отступал и только-только выходит с базы. Только сейчас начинает этот, там, третий чинить. Я бы даже сказал, что это всё на пользу немцам. У немца сейчас ситуация получше. Да, ну и люфтваффли вышли у нас. Егеря у моей Егеря. По сути, вышли на разведку. Ну, как мне кажется. У них нету цели сейчас захватить все ресурсы, там, все точь. Ну да, 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 да. По сути, просто для разведки. Хорошо. А Егеря у меня, Егеря, нужно поддержать. Ну, решил не поддерживать Егерей. У нас, типа, он отправил одних на два отряда. Выс гренадёры. А вот здесь кольцо начинает замыкаться. Зенитка разложится. Ой-ой-ой, проблемы. Штрафники. И здесь кинуть гранату, взрыв-пакет под эту тему нет. Не захотел, сразу отступил. И посмотри... Рядом-то с миной, буквально, мина в полуметра от этого флака была. Просто вот миллиметра не хватило. Слушай, ну вот эта матч, конечно, напряжённая. А здесь продолжается надавление от русских гренадёров. Кто же фальшами атакует? Это не взрывчатка русских, это Усама Бен Ладен зашёл. Церковь взорвал её. Не, ну слушай... Ой-ой-ой! Ай, хорош, смотри, три человека. Ну да, всё-таки наступили. Лучше, конечно, чтобы это был флаг, ну что поделать. Они так они. Ну, на самом деле, вот этот проход всегда минируется, ребят, на этой карте. То есть вот здесь по центру вообще ездить нельзя. То есть всегда вот это место... Синхронное ползание от этих взорвавшихся немцев. Просто синхронно ползут одинаково. Анимация абсолютно. Да, ну и Дикоти выходит у нас на верхнюю звезду, забирает. То есть знает, что у противника там лимит чуть сейчас меньше. Можно сейчас воспользоваться ситуацией. И вот Дикоти, да, М3 отчинил и повёл в бой. Повёл в бой. Всё, можно теперь ей поработать чуть-чуть. Фальшем ягере. Увальс-гренадёры. ФК-42. Как я люблю эту винтовку. Очень хорошо её, кстати, прорисовали, ребят. Тут... Я смотрю, везде, куда бы ни забежали эти новобранцы, они там пытаются окоп поставить и сидеть охранять его. Но сейчас они его не достроили даже и убегают, потому что у них небольшие проблемы. Им по спине настреливали. Центр оброняет у нас Дикоти. Всё серьёзно. Немцы вышли у нас вообще и захватили все абсолютно, всю территорию. Немец, кстати, не пользуется перекачкой топлива в бензин или бензин в топливо. Бензин в патроны, господи, что я уже заговорил. То есть у него ни то, ни другое выбрало, ему, видимо, надо всё. Хотя, на мой взгляд, можно было бы патроны поменьше, на данной стадии игры побольше бензина, вызвать какую-нибудь железяку помощнее и уже додавить советом. Ну, вообще, на самом деле, вот что здесь, действительно, вариант такой. Здесь по центру в проход запихнуть Т4, так называемый, и забыть про центральный фланг. То есть через центральный фланг, который постоянно будет прикрытым, просто ходить налево, наверх и вниз. И всё, то есть для оберкоманды Вест это будет шикарный вариант. Ну, и, конечно, нельзя забывать про то, что есть ЗИСы, и вот против ЗИСов можно, ну, тот же Лейк или, в принципе, не знаю, ну, или... Вульф Рамен. Вульф Рамен, да. Ну, здесь, на самом деле, один на один, я не знаю, насколько один на один играбельно Вульф Рамен. Играбельно, очень даже. Да? Вот я, если честно, не знаю, я бы так это постеснялся, потому что... Я когда-то в одной довольно-таки профессиональной игре в один на один видел три Катюши. И они захотели, у них тогда у этих Катюш был точечный выстрел, и использовались они просто на ура. Но всё времена точечных выстрелов Катюш прошли, теперь, видимо, неиграбельна эта тактика. Ну, видимо, да. Тем временем продакшн Советского Союза пустой. У немцев, у немцев, что у нас, у немцев? Да, есть у нас продакшн кар у немцев, у Тибурона, но есть также у Тибурона, у нас 155 топлива. И вот я бы сейчас взял, поставил Т3, и всё, и забыл про центральный фланг, ходил бы вниз и вверх. Да, наверное, так и надо было. Как-то Совет решил играть тоже в позиционку. Он, по сути, не нападает диска. У него стоит машинка М3 у него стоит. Миномёт только сейчас, 120-й, начинает катиться куда-то в область врага, чтобы делать хоть что-то. То есть, по сути, Совет не атакует. Он, да, он берет по одному отряду и по флангам пытается ходить, но всё, это все его действия, что он делает. Кандр Малек, Кандра Мелех, привет тебе, вперёд, Рашковцы, слава Украине! Ребята, ребята! Да, ребята, Стромлес сегодня очень busy, он имеет много работы, и я думаю, что он вернёт tomorrow и показывает все игры на его английском языке стриме. Но сегодня мы, я и Делайс, мы говорим о нашей материальной языке русском языке. Для нашей коммуниции, и особенно для вас, Пилтон Риджугальда на левом стороне, тем временем флаг был потерян, наехал он на мину, недоконтролил, а у КВшник один отряд пехоты, и появляется сковородка у него. Да, действительно, да, Ягдпанзер-4 появляется у нас у игрока Тибурон. Ох, всё, потерян! Просто с одного залпа и со спины выстрел в базуки из первого же выстрела. Первый выстрел Ягдпанзера, который делается в этой игре, практически сносит М-3. Шикарно, ой-ой-ой. Граната на штрафников, штрафники. Вот здесь можно кинуть сейчас бомбёху. Но только нужно... Она такая, она... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Два, один, и... Бабах! И хорош, ты посмотри, чё творят! Её-то, ребята, сплэш немного побольше, чем обычной гранатой. Поэтому она достала. А здесь как помогает? Помогает здесь колючка против этих гвардейцев, которые накопали на степь урон. Шикарно гвардейцы прогоняют МГ-34. Сверху. Я хочу тебе сказать, буквально за одну минуту у Совета ситуация очень сильно улучшилась. Был потерян флаг, было потеряно два отряда пехоты, и отдал он, по сути, только М-3. Ну, М-3, конечно, уже свою роль выполнила. Уже 17-ая минута, по сути, она уже не очень-то и нужна была. 120-й у нас входит в игру, разбивает центральный дом у нас около позиции немцев. Немцы у нас стали на центре. И продакшн-кар поехал, я так понимаю, защищать, наверное, больше топлива. Видимо, там захочет поставить в игрок Тибурон. По-прежнему 100 очков у нас остается у игрока Дикотип. Не знаю, есть ли какие-то шансы. Ну, и посмотри, как на карте он сейчас поджимает. Посмотри, он со всех сторон, товарищ Дикотип, поджал просто немца. Да-да-да, вот здесь проблемы. И по лимиту 61 на 62. Ох, вот это вы... Хорош! Слушай, хорош. Здесь забирают у нас отряд фальшимьягерей. И вот нет этого Т-4, чтобы вот такие вот забегания пехотов хоть как-то приходить. К Пупхинам приходится отступить. И буквально начинает видеть Советский Союз все эти здания, весь этот продакшн. Сейчас будет сюда застреливать беспрерывно 120-й миномет по этой пехоте. Посмотрим, чем это закончится. Ну, вот здесь попадание. А здесь можно... Ой, граната накрывает штрафников. Здесь хорошо у нас обороняется Тибурон, можно заметить. Ну, и у нас по флангам у нас пошли новобранцы, все правильно. Все территории сейчас захватили. Вот теперь, конечно же, нужны войска для того, чтобы сдержать нас контратаку немцев. Ольга Градьевна у нас пошли вперед. А здесь можно в зеленку. Ягдпанзер. Вперед. Гранату на ягдпанзер. Противотанковой все еще нету. Еще нет. Не противотанковой. То есть, он как бы играет чисто гвардейцами у него противотанков. Он считает, что этого не надо. Ну, может быть, это и правильное решение. Я хочу сказать, что сейчас буквально за несколько минут все перевернулось с ног на голову. УКВ просто залез в такую дыру, из которой я посмотрел. Я даже не знаю, выберите он или нет. Он только что проигрывал. Игрово, но посмотрите, все, у него осталась одна точка. 6-101 на 433. Действительно, Советский Союз хорошо здесь поджал своего противника. И Т-34-85 у нас ходит в игру. А здесь-то у нас Дикатий у нас докопил. И сейчас проблемы у нас. У Тибурона. У игрока у нас за игру Бельтон Рижугальда. Господи, выехали танки. Там одна сковородка. Мы, кажется, сейчас можем увидеть и победу. Мы посмотрим, как они загуляют. А он даже не поехал искать эту сковородку. Он просто стреляет по тирам. Все, правильно. Сейчас можно уничтожить продавшим противника. Для того, чтобы ослабить его позиции на этой карте. Ой, сковородка куда поехала? Она должна с дальней дистанции. Она не должна... Хорош, минус Т1. А сейчас можно продолжать на Т2. У нас атака здесь очень хорошо спрятались. У нас Т-34. Сейчас он увидит. Сейчас он увидит. Он сковородку будет носить за домиками. Первый выстрел промахивается от сковородки. И все, прячется. Прячется за домиками. Хорошо. Ребята, напомним вас, через свой продакшн тоже не могут простреливать танки. То есть это как бы здание. Ему надо объезжать. У сковородки есть большой недостаток. Если вот много вот таких вот зданий, за которые можно заезжать, мансить, она не так немного эффективна. Ей открытое пространство надо. Все тут, по временам, тоже были на базе Трубадуры. Тоже были на базе. И, по сути, эти Т-34 просто безнаказанно заехали, избили один продакшн и уехали. Хотел чихнуть, не получилось. Половина жизни у нас остается у продакшна. Гвардейцы пошли вперед. Два Пупхина, Шреки. Все есть для того, чтобы встречать танки. Здесь вот сюда бы хорошо зарядить 120-м. Но граната. Хорошо. Здесь есть. Нет. Разбегается. Сразу Пупхины бегут. Просто сразу понимают, что в них сейчас минометы начнут стрелять. Этот 120-й, он хоть и один-единственный, но он свое дело делает. Танки у нас отремонтируются на базе. И вы знаете, Дикати у нас хорошо берет реванш в этой игре. 346 у нас, извините, остается у игроков типа урона. Все три точки у нас за Советским Союзом. Центральную точку еще добавок не отдают у нас Советские войска. МГ-34 переразложить. Проблемы не потерять. Отступает из МГ-34. МГ-34 еще один у нас на топливе. Успевает он его развернуть, который выше МГ. Развернет или нет? Нет, он как-то стоит нераскладженным. Да, да, да. Он срочно разворачивается, да, разворачивает МГ для того, чтобы встретить врага. А здесь подошли у нас, посмотри, у нас штрафники. Если сейчас кинуть, кинуть сейчас толпушку, то все хорошо. Да, давай писать, может даже и не стоит патроны на это тратить. В принципе, ты и так ее разбиваешь. Тем же самым 120-м. Граната. Ой-ой-ой, проблемы. Фактически был потерянный, но не повислое много. Да, ну вот видите, как хорошо сейчас вот этот дом разбитый на руку сейчас советским войскам. Потому что через него очень удобно отступать, не теряя новопранцев. Хорошо. Ой-ой-ой. Т-4 раскладывается прямо на базе уже. Не знаю, стоило ли ее делать или нет. Или можно, может, надо было бы еще одну сковородку. Или все-таки, может, хотя бы Вульф Рамен, чтобы накрыть этот 120-й миномет. Но нет, немец выбирает стоить. Т-4, ну, на мой взгляд, странное немного решение. По сути, это Т-4, она не двигается. Она и так стоит на базе. Она ничего не прикрывает и ничего не держит. А бензина-то больше нет. И приток его больше вряд ли будет. Хорошо. Здесь еще Зис Барбарис подтянул у нас игрок Тиготи. Да, почему? И разбирают. Хорошо у нас Т-92. Артиллерийский настил для того, чтобы встречать подходящие войска. Все очень хорошо. Тиготи играет на опережение. По Вольф с Гренадером здесь работают у нас гвардейцы. Вся карта у нас по-прежнему за игроком Тиготи. И дома стратегические забирают у нас своими инженерами игрок Тиготи для того, чтобы егеря у меня и егеря не вышли из этих домов. Хорошо. Подходит войска. И вы знаете, советские войска штурмуют. Штурмуют базу противника. Ну, нет. Сейчас чуть-чуть зашли. Слушай, ну, Элайз, какая шикарная игра у нас. Да, совет показывает прекрасную игру. Он как-то в самом начале держал позиционку. По сути, никуда не нападая. Он скопил силы, начал атаковать. И у него просто все удачно получается. Он просто совсем на всех фронтах выигрывает. Да, сейчас снизу ходит один единственный отряд, который декапит точки. Но, по сути, он один. Ну, что он там делает? Сейчас его прогонят, заберут все назад. Тот же Т-34-85-й один поехал. Сейчас он буквально за пару выстрелов заставит его отступить. Все, лопаты отступают. Сейчас все точки назад заберется ее. И зажал его на базе. Просто он нереально зажал УКВшника. Просто нереально. УКВшник... Я даже не знаю, как он будет выходить. Плачет. Нееет. Ох, да. Да, нет идей, нет идей. К сожалению, сейчас у игрока Тибуруна. Как выйти ему с этой базы. То есть, что делать, что не делать. И Т-34-85 у нас снизу. Все контролирует. Штрафники. Как хорошо. Штрафники с тремя звездами у нас контролируют Вольф Гринадеров. Но хочу сказать, что с тремя звездами Вольф Гринадеров нереально толстые какие-то. Становится прям жуть. А теперь представь ситуацию, что в тот момент, когда у него еще эти тиры стояли, у него был бы Вольф Раман. Который просто бы аннигилировал этот пулемет, этот миномет. И заходы этой пехоты тоже были бы не такими, мягко говоря, простыми. Нужен был Вольф Раман. Он был очень помог. Ну, это, конечно, мальчик. Нет, нет, здесь действительно просто бы даже споить не стоит. Хорошо, это Т-4 сверху. А здесь поджать Т-4 противника. Пофокусить. В нагло, уже в нагло. Ну, вот так танковать. Это Аркадий Райкин. Действительно, здесь нужно отступить. Потеря. Потеря оттво. Конечно, минус один танк. Зачем? Зачем? Дикоти. Но, с другой стороны, ты знаешь, Дикоти сейчас протянул это время. Да, он на коне. У него плюс 45 бензина. В отличие, что немец получает 6. Он себе может позволить еще чуть ли не два раза вызвать эти 34-85. У него все в порядке. У него все хорошо. Лимит у него прекрасный. Юниты почти все пополнены. Всем выданы оружия какие-никакие. То есть, ну, все замечательно. Единственное, вот эти 250 патронов, чуть больше, которые у него есть, еще разложить мины, чтобы вот этих забеганий не было, одинорных отрядов, которые отвлекают тебя. И он просто на коне, он уже выиграл, считайте. Я не могу представить, где немец возьмет лимит, хотя лимита у него вроде как 6 от 6. Ну, где взять эту кучу? Ой, выстрел пока! Сейчас может все просто... Да, опасно, опасно. Здесь артиллерийский настил какой-то от орудий ЗИС-3. Хорош. Ну, не попадает, не попадает пока. Нет, 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 чуть-чуть ближе. Срыв пакет, толкушка. Хорошо. Нет, 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 вовремя уходит. А здесь, как опасно, настил у нас накрывает ЗИС-3. И 120-й пошел на передовую. Господи, штурмовать 120-й? Зачем, да, то есть, тоже было лишнее. Ну, забирает, отступает совет. Ребята, вы тоже должны понять, если вы отступаете на базу, пока вы добежите до этой базы, пока вы пополнитесь, пока вы полечитесь, у немца вы даете шанс захватить какие-то территории и переломить все в свою пользу. Ну, посмотрим, получится ли это у немца. 203 очка остается у нас игрока Тегурона. Это значит, что Дикати у нас выровнял игру. Это очень хорошо. Немцы берут у нас центральную точку. Ягдпанзер-4 выходит у нас на позиции. МГ-34 против МГ-34. Советский трояпийный бежал. Битва титанов, можно сказать. Все, пошли у нас на позиции немцы. Сейчас заберут они две точки. 3, 34, 85-й мы видим. Вот это да, смотри. Что сейчас против них делать? Нет, конечно, они могут сейчас неудачно заехать на эти пупщины, на этих трубадуров с базуками, которые их расстреляют. То есть расстрелять их есть чем. Но дадут ли они, совершат ли они эту ошибку? Пока они стоят в куче, пока они, в принципе, ничего не делают. Но сейчас они спалились, их, в принципе, стало видно. И сейчас сковородка выезжает. Ой, сейчас сковородку можно отдать. Опасно. А здесь ягдпанзер 4. Два танка Т-34, три танка Т-34, 85. Заходят, не торопятся. Панцершреки. Очень, очень много немцев. Опасно туда заезжать. Попадание. Нет, не по тому танку нужно стрелять. По самому слабому. Да, ну и здесь есть чем встретить танки Т-34, 85. Тибурону. Все нормально. И смотри. Молодец, сука, вышник. Вообще шикарный. Тоже, смотри, наверное, наверх выходит еще. Смотри, да, действительно. Опять же, если, как я и говорил, были бы мины, побольше мин, может быть, так бы не получилось. Но и тоже, совет уже слишком обнаглел. Он уже 120-м минометом, ну, просто считайте, под базой стоял уже немецкой. Но это уже как-то так тоже наказал его немец за это. А стоял бы он практически, ну, подальше, грубо говоря, на тех же самых позициях и потихонечку, как бы, давил. Было бы все по-другому. Думаю, немец бы так не смог наломиться. Ну, что сделано, что сделано уже. Т-34, 85. Есть, дюйт, убегают в пошальную пехоту, которая повсюду заходит с тылов. Ну, тем временем 83 очка остается у советов. Люкс, танк люкс. Зачем он здесь? Т-34, 85. Опасно. Танк люкс. Еще два выстрела. Танк слух уйдет. У нас нет. Вовремя Ягдпанзер-4 подъезжает. Прикрытие. Зачем этот люкс? Если там гвардейцы. Там 34, 85. Зачем люкс? Хорош. Центр, центр. Отвоевать. Спокойно. Отвоевать. Здесь проблемы. Прекрасно работает по пехоте. Просто вот отлично все делает. Но нужен ли он тут был? Непонятно. Здесь ЗИС Барбарис бы где-нибудь подвести. ЗИС Барбарис был потерян. Нет. Вот здесь ЗИС Барбарис. Выстрел. Еще один. И, блин, ну чуть-чуть остается лукс. Мы просто на карбалях. Где танки-то 34, 85. И куда-то вообще уехали. Один был потерян. Остальные, по сути, считаю, сейчас должны ехать как-то зализывать раны. Слушай, ну в такой игре, конечно, нельзя терять танки-то 34, 85. Задарюй! Задарюй! Один человек! Ты посмотри! Ой-ой-ой-ой-ой! Ты уже ли такой ветеранский отряд после надёров потеряет? Ты посмотри, уходит. 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 Как же так? Ягеря в моей ягеря. Отмена силы орудий ЗИС-3. Ну и что мы видим? Немец-то, по сути, хоть как-то он отбился. Слушай, ну как так? В 20-й только сейчас, только сейчас. Сколько прошло времени? 5 минут возвращается на передовую и начинает стрелять. То есть одно его отступление и как долго он его возвращал. Да, слушай. Ну что, пошёл у нас выход пехоты советский. Вот сейчас теперь вот этот выход есть встретить чем. То есть есть лукс у нас, конечно, пробитый. Сейчас отремонтируют обязательно. Но вот проблема в том, что 176 очков на 75. Немцу нужно срочно вгрызаться в эти точки. То есть всё правильно. Сейчас смотри. Обратим внимание. По карте у нас три точки переходят в руки оберкоманда Вест. Ну и в принципе вот так и нужно сейчас играть оберкоманда Вест. Пока его противник давит, пока он ошибается. Ну он сам в этот момент просто берёт и занимает точки. И 60 очков уже остаётся. То есть вот если таких ещё там пару раз делать, то в принципе победу можно одержать по очкам. Вот поэтому. Естественно, Советскому Союзу нужно сейчас давить. Нужно давить изо всех сил. Для того, чтобы противнику ослабить максимальный лимит. И для того, чтобы просто, да, просто встать на карте разными отрядами и вот просто держать. Честно, удивительно, как немец всё смог перевернуть. Его зажали на базу. У него было плюс шесть бензина и плюс там пять патронов. По сути ему ничего не давались. И он как-то камбэкнулся. Вот, ребята, за что надо лимить Company of Hero. В каком-нибудь, ну, простите за сравнение, в Старкрафте, если вас зажали на базе, если у вас ничего нет, ну, всё, пишите ГГ и выходите. А здесь, здесь, при грамотных ваших действиях, если вы пользуетесь ошибками соперника, вы можете камбэкнуться. Ну, это правда, да, действительно. То есть здесь всё-таки действительно, если мы говорим там про какие-то там, если называется Аркрафт шахматами, Старкрафт это вообще ни разу не шахматы. Потому что, если вы помните, в шахматах, даже если у вас остался там один ферзь, он ещё всю игру затащить может. Просто всё зависит будет от вашей, от ошибок противника. Вот тут так же и здесь, если у вас ферзь какой-нибудь остался, он обязательно затащит игру. Вот сейчас там увидели камбэки, но вот не знаю, насколько здесь у нас будут камбэки. Два отряда войс-гренадёров с пятью звёздами. То есть, самолёт снизу летит захватить, это Люфлафа, Люфлафа на нижнюю звезду летит, хочет, хочет немец захватить последнюю звезду и по очкам уже дожать. Ой-ой-ой, 20 очков у нас проблема, у игрока Дикати, у её ребят очень напряжённый матч, но вот, к сожалению, к сожалению, вот что есть, то есть. Господи, и погиб отряд инженеров, которые могут перезахватить эту точку. Нет-нет-нет, был потерян у нас. Танком, танком, танком захватывает, ладно, всё в порядке пока ещё, танком он захватывает эту территорию, но 12 на 176, неужели немец справится? Неужели 12 очков у нас, 10, остаётся очков у нас всего у советского игрока, 176 у нас, у немцев, у немцы держат у нас верх и низ, МГ-34 прикрывает. 6 очков! Да-а-а, нет, ребят, похоже, всё, у Советского Союза нет шансов, изо всех сил пытаются у нас захватить территорию Советы, но 3 очка и всё, здесь Борис Тринадёры... Встал всеми, просто бежит на точку, но надо было раньше, товарищ, товарищ, надо было это делать 2 минуты. Товарищ, комрадо, нет, всё, гы-ка-шуля, гы-ка-шуля, всё, Дикатя проиграл. Ну, ты видел, просто со всех сторон этого немца обложили. Один из Союза отступил, и во что это вылилось? Слушай, это просто жесть, это плохо. Ну, вот как так, ну, надо было раньше, ну, конечно, ребят, ну, и Пельтон Реджугальда берёт у нас первую игру, Тибурон у нас. Тибурон, красавчики, просто игра, вот тот товарищ, который играл за немцев, вообще, он не сдался за меч, ребята, он не сдался, он дрался до конца, то есть, по сути, когда его зажали, когда у него умерли тиры, у него там уже и по Т-4 уже стреляли, уже Т-4 заезжали, он не сдался, не написал ГГ, и в итоге смог победить. Да, ну и, конечно, давайте сразу же занесём все данные сегодняшние. У нас здесь, конечно же, не игрок Круз, а здесь игрон Тибурон 680 против Дикрихок Дикати. Ребята, вы тоже должны понять и простить нас, так сказать, что с никами, чужие ники мы иногда читаем плохо, если вы живёте в другой стране, особенно если не европейской, и у вас ник написан, так сказать, да, круто и хитро, уж простите, мы это, ну, это не специально делается, но ваши ники иногда читать сложно. Сядь же Сулин говорит, ага, конечно. Ну что, ребят, итак, первую игру один на один берёт у нас игрок Тибурон, два очка сразу же попадают у нас в команду Пельтон Реджугальда. Напоминаю, что игра команда Пельтон Реджугальда из Испании против советской команды Дикрихак, матч сет. У нас с вами буквально сейчас, я думаю, наверное, перерыв на одну песенку, и мы с вами вернёмся.